сейчас приступаю к замене воздушного фильтра топливного фильтра и антифриза потом уже все остальное будем делать по нарастающей сложности делаем подготовительной работы открутили крышку радиатора расширительного бачка здесь вот снизу сливной винт посмотрите это вода слегка пахнет тасолом вот это ее цвет наверное лет шесть ее не меняли но мы сейчас это сделаем я буду спокоен учитывая такой ужасный цвет воды сейчас зальем вначале обычной водички промоем систему еще разочек после этого будем приступать заливки уже антифриза и так водичка залита и туда и сюда откручиваем еще раз и она опять полилась мутная сразу видно что на тачке просто ездили они ухаживали как у меня на бмв антифриз был всегда чистейший не стыдно было протекать на дороге ну ждем пока она сольется еще раз и будем заливать антифриз и так водичка стекла второй раз сейчас приступаем к заливке уже самого антифриза все когда антифриз залит до верху нужно залить по середину в расширительный бачок чтобы оно само возьмет столько антифриза сколько нужно когда выйдет воздух фишка в чем прикол прикол расширительного бачка в том что тут не надо как бмв играться откручивать болтики вытравливать воздух заезжать на горку здесь это все происходит само автоматически почему нельзя было так сделать и дальше наверно специально чтобы люди страдали вот сейчас залито в расширительный бачок выше максимум для того чтобы оно повыгоняло чуть-чуть воздух смотрите какие хлопья это новый относительно радиатор залито было реально говно и так антифриз залит бачок выше максимум для того чтобы выплюнуло лишнее когда воздух по выходит для того чтобы заменить воздушный фильтр откручиваем вот эту шнягу потом отщелкиваем вот эти вот как на чемодане у деда защелочки и поднимаем эту крышечку так фильтр у нас находится здесь я не буду там сильно лазить просто его вытащу на себя а вот наш фильтр производитель викс посмотрите на его состояние короче ему скорее всего кранты поэтому ставим новенький и так новый фильтр установлен вот есть стрелочка на смотри сюда как я узнал как ставить тут есть тоже стрелочка и есть пазик в который вставляется сам фильтр вот теперь в обратном порядке затягиваем и так щелк и сейчас закручиваем вот эту центральную гаечку фильтр мы поменяли дальше у нас на очереди топливный фильтр он видите большого размера здесь сейчас установлен от ланоса маленький но менять его не сложно откручиваем хомут здесь откручиваем хомут снизу и также защелкиваем направление движения вот так вот идет вот вот так тут нарисована стрелочка вот этой штуцером должно быть вверх вот такой фильтр тут стоял от ланоса сейчас фильтр похожий на оригинал становится на своем месте душа перфекциониста немножко радуется на очереди замена задних тормозных колодок и замена тормозной жидкости потом начнем делать потихонечку ходовую итак спасибо что досмотрел со мной первую серию будем продолжать ремонтировать автомобиль хочу сказать что в плане ремонта он как велосипед реально просто открутил закрутил поставил не нужно никаких спец приспособ все очень просто поэтому если тебе интересно оставайся на вторую серию она выйдет очень скоро спасибо что смотрел мой канал подписывайся ставь лайки и до новых встреч пока